Если у них будут какие-то затруднения, мы готовы им помочь, в том числе и в переговорах. Та обеспечительная масса, которая здесь потребуется, ну чего-чего, но на Украине она присутствует. У Украины достаточное количество возможностей для того, чтобы покрыть аккредитив на весьма скромную сумму. А этой суммой, на мой взгляд, может быть сумма где-то порядка миллиарда долларов. Уважаемые коллеги, вы не поверите, вопрос украинских СМИ. Я прошу о чтении, здесь произошло небольшое недоразумение, потому что украинские журналисты в момент, когда они приглашались к вопросу, уже просто вышли для того, чтобы отъезжать, учитывая, что у нас сдвиги получились по программе. А вы куда хотели уезжать? Планируется же встреча Путина и Тимошенко. Вы, в общем-то, уже сказали по поводу снабжения Европы газом. Я бы хотел утащить некоторые моменты, касающиеся подписания соглашений между Украиной и Россией по поставке газа. Когда можно все-таки уже начинать, нафтогаз и «Газпром» могут начинать конкретные переговоры? Судя по всему, конкретных переговоров именно на эту тему пока что не ведется. Можно ли их ожидать после того, как будет решен окончательно вопрос с поставкой газа в Европу? Спасибо. Я вернусь к предыдущему вопросу. На одну часть из вопроса я не успел ответить. Он касается Росукренерго. Я свою позицию давно уже, средством массовой информации, озвучивал, как и мои другие коллеги. Я считаю, что мы с нашими украинскими партнерами вполне можем торговать без всяких посредников. Особенно без посредников, вызывающих большие сомнения, как минимум, у украинской общественности. Да и не только украинской. Поэтому я думаю, что на будущее мы можем работать без участия каких-либо посредников, и в том числе того, что вы упоминали. В то же время не секрет, что на участии известного посредника достаточно жестко настаивала украинская сторона. Какова будет ее позиция в этой ситуации, я не знаю. Проблема заключается в том, что некоторые участники переговоров отстаивали необходимость сохранения посредника и ссылались на инструкции, полученные наверху. А другая часть переговорщиков говорила, что эти посредники – это абсолютное зло, которое подлежит безусловному и немедленному истреблению. Наша позиция простая. Нам посредники не нужны. И даже в рамках соответствующей кампании, как вы знаете, российская сторона была представлена крупнейшим газовым концерном. Теперь, возвращаясь к вопросу наших украинских товарищей по договору между «Нафтогазом» и «Газпромом». Вы знаете, я скажу так. Эти переговоры ведутся, они не прерывались. Проблема в их результативности. Мне бы хотелось, чтобы она была существенно более высокой. В ходе моего последнего телефонного разговора с президентом Украины я почувствовал, что наши украинские партнеры как-то не очень спешат с проведением этих переговоров. Было сказано, что нам нужно срочно решить один вопрос. Это правда, и это абсолютно правильно. Но вопрос, связанный с достижением соглашения о ценах на текущий год и на будущее, потребуется определенное время. Оно, конечно, потребуется, но чем дольше будут тянуться эти переговоры, тем больше будет в этом случае проблем копиться в наших газовых отношениях. Я уверен, что мы в ближайшее время решим вопрос транзита. Но, конечно, нам нужно решить и вопрос цен на газ для Украины. А для этого нужно сесть за стол переговоров и действительно открыто посмотреть правде в глаза, посмотреть на то, как складывается цена, использовать европейскую формулу цены, найти приемлемый механизм обеспечения интересов и подписать соответствующие соглашения. Я не думаю, что это так сложно. Тем более, что ряд стран, экономическое положение которых существенно хуже, чем украинское, пошли на использование европейских цен и платят за российский газ столько, сколько платят европейские потребители. Я думаю, что такие же возможности есть и у нафтогаза, есть и у украинской экономики, несмотря на то, что все мы сегодня находимся не в лучшем финансовом положении. Но чем хороши европейские цены? Они хороши тем, что если сегодня они кажутся, может быть, достаточно высокими, то с учетом динамики цен на нефть в течение года они будут снижаться. И снижаться довольно серьезно. Если мы фиксируем цену, неважно какую, 250-300 долларов, то до конца года эта цена будет платиться. Но мы видим, какая цена сегодня, какая динамика цен на нефть. Соответственно, расчет формулы цены на газ будет отставать по известным технологическим причинам, но в конечном счете приведет к тому, что цены на газ будут существенно ниже, чем они есть сегодня. В два раза, может быть, даже в два с половиной раза ниже. Поэтому это гораздо более справедливая система, так работает весь мир, и так должны работать мы с нашими украинскими партнерами. Афанасиев Гиринос, Мегатве, Греция. Дмитрий Анатольевич, у меня тоже полтора вопроса. После этого кризиса, как Вы считаете, осложнится или все-таки ускорится процесс строительства обходных путей, то есть северного и южного потока? А то есть мнение, что Европа будет искать альтернативных поставщиков. И половинка моя. Мы слышали, разные руководители поддерживают мнение, что вот этот кризис – последний подарок Вам, то есть России, уходящей американской администрации. Каково Ваше мнение? Понятно. Но если говорить о подарках, то, конечно, это не самый лучший подарок для всех. Прежде всего для европейцев, для обычных людей, которые в ежедневном режиме или получают газ, или не получают его. Я не сторонник конспирологических теорий, поэтому я не буду сейчас рассуждать по поводу чьей-либо руки или влияния, но скажу следующее. Дело в том, что мы действительно должны думать над оптимизацией маршрутов поставки газа. И безотносительно к тому, что сегодня произошло. С этим связаны обе идеи – и Северного потока, и Южного потока. Они позволят обеспечить гораздо лучшую энергобезопасность для европейских потребителей. Потому что одна труба – хорошо, но несколько труб все-таки лучше. И речь идет не только о конфликтах, типа того, что сейчас происходит, но и просто о технологических причинах. Поэтому строительство обходных маршрутов, диверсификация путей поставок – очень важная цель, и я считаю, что мы должны обязательно этим продолжать заниматься. Но дело не только в том кризисе, в том споре, который сегодня существует, а это именно просто наша обязанность по доставке соответствующих объемов газа европейским потребителям, чтобы это происходило качественно и в срок, вне зависимости от политической конъюнктуры, вне зависимости от того, кто находится у власти в том или ином государстве, каковы экономические условия работы в этом государстве. Это, кстати, не значит, что мы должны отказаться от транспортирования газа через существующую транспортную транзитную систему, в том числе украинскую. Наоборот, я считаю, что мы должны извлечь все возможные уроки из того, что произошло, и создать и двусторонний механизм, предотвращающий подобного рода конфликты, и многосторонний, с участием всех государств, которые в этом заинтересованы. Еще раз хотел бы подчеркнуть одну простую мысль. Сколько бы мы сегодня не пытались рассуждать на тему о том, что это просто двустороннее непонимание, двусторонний спор между Россией и Украиной, в конечном счете такого рода проблемы становятся сложностями для большого количества государств. И поэтому нужны международные механизмы. Мир глобален. И энергопоставки глобальны. Я считаю, что, может быть, лучшим уроком из нынешнего газового кризиса будет создание такого рода международной системы. Спасибо вам большое. Надеюсь, что следующий повод для нашей встречи будет, может быть, более веселым. Тогда мы поговорим о других вещах. До свидания.